Всем привет! С вами Ольга Чернова. Продолжаю вас знакомить с сибирской серией томатов. До этого я вам рассказывала вот этот демидов, потом у нас был жаростойкий, болезнеустойчивый. Сегодня мы дошли до Настеньки. Настеньку фотографии многие уже видели. Сейчас я буду рассказывать только о этом сорте и у нас останется один алтайский сюрприз. Все вот эти четыре сорта детерминатные, не пацинкующиеся, их не надо пацинковать, и крупноплодные. Именно эти четыре сорта дают крупные плоды, в отличие от других сортов северных овощей. Но этот сорт, Настенька, я называю сибирским, но тот, кто живет на Урале, может назвать его также уральским, потому что его вывели не сибирские садоводы, а просто российские, но для зон рискованного земледелия, для Сибири, Урала, Дальнего Востока, Приморского края и северных районов. Именно у него, так же, как у тех других, толстый стебель, который позволяет хорошо им выживать в холодных условиях. И если при похолодании томаты сорта с тоненькими стебельками могут как замерзнуть, поникнуть, то эти вот, Настеньки, видите, он в рассаде, так же, как Демидовский. Я вынула из стаканчика. Прекрасно развитая корневая система. Очень толстый стебель, уже с пупырышками, которые хотят дать еще дополнительные корни. И вот при высадке я их погружаю еще поглубже, он даст еще корни, и будет вообще сильная корневая система, он попрет. Небольшого, высоты небольшой. Вот видите, тут еще цветочная кисть только в зачатке, но он уже здоровая рассада, хорошая. Дальше он расти не будет, что если вот уже цветочная кисть, значит это уже взрослая рассада. Все. Вы ее высадите, она будет примерно метр, метр двадцать. Сама сорт детерминатный, дальше расти не будет. Но в теплице, может быть, вырастает она человеческий рост, ну может метр пятьдесят, не больше. Очень удобная, плодоносит весь сезон, плоды розовые, сердцевидные, как у бычьего сердца. Вот этот сорт новый, он в 2002 году выведен и внесен в реестр только в 2008 выведен, а в 2012 внесен в реестр. Поэтому это очень новый, современный сорт, прекрасная замена сорту бычье сердце. Потому что бычье сердце такие же плоды нам дает, но оно тонкое в рассаде, очень израстает пасынками, за ним следить надо постоянно. А плод Настенька дает точно такой же розовый, сердцевидный, крупный, до трехсот граммов. Вот я вам сейчас покажу, вот они у меня стоят в стаканчиках. Видите, какие толстенькие, хорошие. Прекрасный, идеальный сорт для начинающих садоводов-огородников. Рассада не требует посынкования, рассаду не нужно верхушки обрезать постоянно, сама вершкуется. Плоды крупные, к похолоданию выносливый. Плод красивый и вкусный. Вот сорт Настенька у меня один из четырех самых любимых сортов. Еще раз назову, вот такой же алтайский сюрприз. Настенька, потом вот это вот жаростойкий и демидов. Четыре прекрасных, детерминатных, крупноплодных, непосынкующихся сорта, которые нужно, должен обязательно иметь каждый на своем участке. У меня про них статьи написаны, выложены на моей странице в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Набирайте в поисковике, заходите, смотрите фото, читайте статьи, изучайте новые современные сорта, которые облегчают жизнь садоводов-огородников. Для начинающих это очень важно. Такие капризные сорта, как бычье сердце, вы если посадите в первый год, оно у вас израстет пасынками, вы разочаруетесь. А Настенька вас очень порадует, даже тех, кто очень занят и находится на работе. Все, до свидания.